В середине осени автолюбители чаще, чем синоптики, смотрят на столбик термометра. Это и понятно. Если установилась погода в 5-7 градусов тепла, а ночью уже есть первые заморозки, пора переобувать своего коня. Ну а пока за окном солнечно, на градуснике плюс 14, наша съемочная группа решила узнать, какие шины предпочитают автолюбители в Одинцовском округе и сколько же стоит переобуться. Липучки или шипы? Вот в чем вопрос. Водители задаются им каждую осень. Специалисты уверяют, если катаетесь там, где дороги постоянно чистят, выбирайте липучки. Они, присасываясь к дорожному покрытию, обеспечивают устойчивость автомобиля. А вот если ваш путь часто пролегает по снегу или льду, тогда шипы. Не на нем хватит. Хорошая шипа. Александр Киселев баранку крутит уже более 30 лет, переобувает машину всегда заранее, чтобы не стоять в очередях. Александр уверен, что одно из главных качеств резины – ее возраст. Лучше, чтобы она была не старше трех лет. Накатываю три сезона, четыре. То есть по размеру уже, по сносу шины тоже на старой нельзя есть. Она же тоже у нее есть, появляются трещины, появляются и потом на ходу вот это все вылетит. Вот неприятность. Александр выбирает липучки. В шипах не видит смысла. Они часто отваливаются. И действительно, эксперты подсчитали, в среднем одна шина может потерять 10 шипов за один сезон. Первые 100 километров такая резина не любит резких разгонов и торможений, поэтому обкатывайте ее. Мастер шиномонтажа Роман Джафаров уже три года переобувает железных коней. Период ажиотажа в этом году сдвинулся из-за погоды. Слишком теплая осень. Сейчас работает в штатном режиме. А вот во время пика в день обслуживает 26 машин. На одного клиента приходится 30 минут. Стоимость зависит от нескольких факторов. Чем меньше колесо, тем, естественно, дешевле. Чем больше, тем дороже. Все это физически просто из-за этого. В среднем услуга обойдется от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Колеса снимут, помоют, заменят, отбалансируют, чтобы не было биения руля и поставят обратно. А если есть колесные диски под зимние покрышки, это отдельный бонус. Чем реже перебортируется резина, тем дольше она служит. Согласно официальной статистике ГИБДД есть целый ряд причин, по которой происходит ДТП в зимнее время. Неблагоприятные погодные условия, невнимательность водителей, плохая работа коммунальных служб. Но одной из самых больших проблем на дорогах в зимнее время является именно отсутствие зимней резины. Ввиду того, что сейчас образуется тонкая корочка льда, и летний резин просто не справляется, и у нас повышение уровня дорожественных происшествий возрастает в разы. Александр Киселев уделил 30 минут своему железному коню, а значит позаботился о безопасности. Свои покрышки он хранит в гараже. Но тем, у кого его нет, а шины хранить на балконе нет никакого желания, спросите у своего мастера. Возможно, у них есть шинохранилище. Такая услуга обойдется около двух тысяч за полгода. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.